Девушки отдыхают Дальше у нас наемник орка, по-любому выкручивайте, потому что очень хороший дпсер, ну как хороший дпсер с навыка, очень хорошо атакует, в принципе кроме рейда она сейчас нигде не появляется Огненная Люси, в принципе может заменить в рейде некоторых героев критов, но по большей части она играет только на арене, и то не всегда, поэтому если вы целитесь в арену, то можете к ней присмотреться, но опять же, есть некоторые герои лучше нее Ну у нас королева Валенсия, какая нахер королева, короче капитан гвардик Валенсия, опять же только в рейд, иногда редко где-то еще может встать, чисто так постоять, посмотреть, но опять же кроме рейда ее нигде нету Короче, по большему счету, сегодня все герои у нас проходные, агмент бинка что у нас тут находится, куски Валенсия, подожди, подожди, не сюда нажал Первый раунд расходники, расходники, кусочки Люси, ну два щита по-моему Ну вот два щита в принципе неплохо за второй и четвертый раунд Ну в принципе для новичков два щита неплохо за второй и четвертый раунд, но остальным только расходники По сути опять же ничего интересного, проходной ивент, ну пускай будет удвоение на эти две недели, это зеркальная рифт и рифт экспедиции В принципе опять же новички, у которых еще не прокачано, не прокачано все в экспедиции, вперед Дальше у нас самое основное из этой обновы, это практика рейда гильдий И вот это кстати очень полезная фишка, которой очень не хватало Единственный момент только, единственный момент, что могли бы, единственный минус только, что могли бы сделать так, чтобы ты мог выбрать каждого абсолютно босса, который существует в игре Не тот, который будет на рейде, либо который есть на рейде, а именно каждого босса, каждой стихии То есть ты бы мог сам полностью настроить, который тебе босс нужен, и вот бить его тренироваться и прочее Хотя бы тот момент, что мы уже можем попрактиковать с количеством хп, которое нам нужно, это уже плюс Потому что до этого было то, что либо босс мертвый стоит, и ты можешь с полным хп потренировать, либо там у него какие-нибудь остатки. Либо у него какие-нибудь остатки, на которых ты особо не потренируешь свой урон. Поэтому, в принципе, полезная функция. Жалко, что ее раньше не добавили. Но могли бы ее все же дополнить. Дополнить тем, чтобы ты мог сам подставить под себя босса. То есть стихию, самого босса и прочее, прочее, прочее. В любом случае, начало уже положено. Дальше мы переходим к изменению базового лагеря. Ладно, давайте, ладно, давайте перейдем к тому, что изменилось. Тут первый. Пять или более уникальных героев у вас должно быть на аккаунте. Это было раньше, теперь вам нужно три. Три героя всего лишь уникальных. Уровень 126. Иметь три или более эпических... Эпического снаряжения. Ну, то есть зеленые шмотки. Так, вам нужно пять или более уникальных героев с прокачанным лимит-брейком. Уровень 176. У вас должно быть четыре или более различных экипировки с уровнем лимит-брейка. Пока мы не перешли к следующему уровню, хочу сделать поправку. Лимит-брейк должен быть прокачан на плюс один. Не обязательно полностью прокачивать, просто плюс один. 201. У вас должно быть восемь. Уровень 201. У вас должно быть восемь или более уникальных героев с повышением лимит-брейка плюс один. Плюс один, либо больше. Раньше было плюс три. Вот так вот. Так, уровень 226. То же самое к экипировке. Имеет шесть или более различных предметов с уровнем плюс один. Да, раньше то же самое было. А, нет. Ну, ладно, не суть. Теперь намного легче. Уровень 251. У вас должно быть десять или более уникальных героев с уровнем... Ну, точнее, с лимит-брейком плюс три или более. Ну, и последний уровень, это 276. У вас должно быть... У вас должно быть восемь или более различные экипировки с уровнем... Ну, с лимит-брейком плюс три. Ваша основная задача это достичь 126 уровня. А вот после, все, что будет после, абсолютно плевать. То есть, главное открыть вот это и очищение. А это открывается до вот этого всего. Поэтому можете особо не переживать. Теперь переходим к тренировочной комнате. Тут тоже некоторые изменения есть. Допустим, раньше, чтобы поставить героя, у вас должно быть как минимум два героя уникальных с максимальным лимит-брейком. Теперь вам нужен всего лишь один герой, чтобы поставить сюда другого героя. Ну, опять же, один герой с максимальным лимит-брейком. Дальше у нас идет слот для оружия. Если раньше откат составлял 10 дней, то теперь откат составляет 5. А также добавлен новый ресурс. Какой-то камень. Кстати, нам должно, по сути, на почту его прислать. Чтобы мы могли ознакомиться с тем, что... Да, вот он, камешек. Давай, давай, давай. Вот, короче, камень реактивации, слот эксклюзивной экипировки. Объясняю, как он работает. Допустим, вы сняли экипировку и не хотите ждать откат. То есть, вы юзаете этот камень, и ваш откат пропадает. И вы сможете незамедлительно опять использовать слот. Интересно, где они продаются, за сколько и как их добывать. Вот такой вопрос. Ну, ладно, к этому мы перейдем позднее. Я думаю, нам где-нибудь напишут об этом. Обмен и синдез камней осуществляется не каждый день, а раз в неделю. Допустим, вы можете теперь поменять только раз в неделю, но при этом количество этой всей херни увеличивается пропорционально тому, сколько у вас и было дней. Ну, допустим, если вы каждый день могли сюда заходить и меняете по одному легендарному камню, то теперь вы можете сразу зайти и поменять разом все семь камней за всю неделю. Поэтому, в принципе, это полезно. Это очень-очень полезно. И суеты мы переходим к последнему, наверное. Да, последний это магазин. Значит, за эти две недели, за эти две недели нам снова продают зеленый эпический молот. Поэтому, если у вас есть пять косых, покупайте его. Если у вас нету пяти косых, то копите пять косых. По-другому вы не достанете. А также за пять косых нам продают летний пакет участия. Что в него входит? В него входит пять контроллеров, лям золота, 50 кристаллов героя, 1000 опыта, еще пять призывов контроллера и один легендарный молот. И это мы будем получать в течение шести дней. Ну, то есть, если вы купите этот пакет. Давайте подумаем. Давайте подумаем. В целом не буду забивать голову. В принципе, можно взять, но можно и не брать. То есть, по факту, не особо сильно потеряете и не особо сильно выиграете. Оно где-то вот примерно чуть выше, чуть ниже среднего. Вот где-то вот так вот колеблется. Тут важную роль играет ваша жадность и ваша щедрость. Готовы ли вы отвалить пять тысяч за вот это вот, либо не готовы? Я, честно говоря, не готов, потому что я ж... Я, честно говоря, не готов, потому что я жматяра, но я это по-любому куплю. Я пробежался по всему магазину, но где находится камень сброса-отката тренировочной комнаты, я так и не нашел. Значит, он не продается. А если он не продается, значит, он где-то добывается. Но где он может добываться? Так вот, интересный вопрос. Очень интересный вопрос, на который у нас нет ответа. Сдается это исправление и улучшение ошибок. Но, честно говоря, я читаю, тут особо ничего такого важного нету и интересного. Ну, вот единственное, что улучшение уровня сложности в мире... Скажу я, сложность мира 10-12 понижена. Теперь уровни босса на верхнем этаже Heaven Hold понижены на 1. Уровни всех монстров в мире 12 тоже понижены на 1. Короче, для тех, кто не мог пройти, попытайтесь снова. Возможно, у вас в этот раз получится. На этом я с вами прощаюсь. Следующая обновь будет гораздо интересней. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok